всем здарова решил немножко изменить контент на канале теперь будут выходить такие влоги обязательно подписывайтесь на канал пишите ваше мнение по поводу таких влогов они не имеют прям такого глубокого смысла просто их можно включить на фоне и слушать как я что-то где-то рассказывал может что-то из себя может что-то для себя вы подчеркнете подчеркнете там я не знаю из моей так скажем жутухи так что обязательно пишите ваше мнение подписывайтесь на канал и в группу вконтакте приехал в краснодар встретила зима причем конкретная вот гуляю с пепселем гуляли по полю все замело конечно это так ерунда для меня с урала ходили по более глубокому снегу ничего а для них всех это впервой не знаю что даже сказать еще как вы могли видеть прошлом видео пойдем он приехал я в сочи потому что краснодаре выпал снег аэропорт не работает когда выпадает даже хоть одна снежинка а тут сейчас это продолжается весь декабрь и уже половина января снег в принципе там не в кайф все равно один хрен теплее чем на урале вот они так снегу все не привыкли а ну так вот прибыл я в сочи так мимоходом залетел потом взял блаблакар доехали до краснодара за 500 рублей вот и все так и здесь и оказался до пришлось конечно потратиться на билет на багаж и еще даже блин за то что рейс отменили всю сумму не вернули на только без 500 рублей как типа за услугу возврата поскольку брал через приложение вот наша с ним тропинка до мелкий вот он уже сам только дойдем до середины поля уже обратно шлепается по своим же следам главное прописались прокакались и все даю кинди на похрен ходит своими делами занимается я как будто и нет хладенько не знаю что еще рассказать хотел все на велике поехать кататься да блин погода не позволяет то снег то дождь кто холод то ветер а мне хочется по сухому кататься кстати может даже сейчас приду время будет великом займусь может расскажу какие планы по велику вчера и ночью лежал все думал что делать с великом потому что в том сетапе в котором он у меня сейчас собран для краснодара он попросту не подходит тут тут равнина тут нету ни одной горки ни одного холмика вообще абсолютно ничего плюсом здесь такая грязь она как глина это не просто ну невозможно по ней ходить кататься обувь то кое-как отмываешь от этой земли а поскольку есть поля же бывшие вот она великого злой протектор так вообще подохнул тем более когда пока живешь в квартире вот так что приду домой расскажу может проверить что буду с ним делать юки или кля иди сюда малыш ай малыш где и пупсик ой какой пупсик молодец кралька это наша бегущая опять что-то учуял вот как всегда хоть даже исключены все факторы какашки мусор растения ни одних следов нету кроме наших он один хрен что туда находит юки нельзя вот так приходится вове снега вытаскивать делаем ремонт в нашем помещении в котором будем работать открываем свою ювелирную мастерскую вот такой прилавок стенка сейчас будем клеить обои и красить их соответственно потом как все просохнет уже все стоит сигналки все двери такое маленькое помещение всякие нужды вот потихоньку процесс движется находимся на цокольном монтаже надеюсь будет итоговый результат очень крутой вот этот прилавок с отцом мы сделали сами сами же можно сказать испроектировали еще здесь у нас будет вот такая вот калитка открывающаяся вверх и получается куда-то в стороны не знаю еще посмотрим вместо конечно много получилось мне кажется слишком широко для ну вот для входа вот придется где еще здесь такую коробушку делать чтобы не была такая гигантская воротина а так прилавок в принципе сколько тут 230 по моему ширину помещение на самом-то деле не слишком гигантская еще прям эхо такое сильное есть вроде же даже перегородку сделали но чуть получше стало но все равно пока недостаточно когда дверь закрываешь прям слышно гул по всему помещению и как будто вся вибрация уходит еще и наверх остатки гипсокартона делали конечно не сверх дорого поэтому по качеству можно сказать есть косички но тут до усеру хватит то есть тут еще зеркала повешиваются сейчас еще обои наклеиваются и будет все ровненько красиво вот еще часа вот этим вот материалом обошьем низ ну и сейчас попозже вот красиво под дерево все здесь понятно клиентская зона два больших зеркала вот этих будет стоять вот в этих углах но это так пока примерно все здесь стульчики и тумбочка столик и так в коем-то веке добрался до велосипеда немножко он тут под заржавел местами ну точнее болтики и он в очень грязном состоянии вот уже разобрал его закончил даже колеса пришлось поменять несколько таких вот не пилей либо направляющих спиц то что вот они вот так вот обламываются почему-то на этот раз на переднем колесе аж четыре штуки в одном месте моему вот эти четыре штуки обломилась связь на колесо сейчас уметь чуть восьмерить но это ладно исправим полностью все отмыл но втулка матовая она очень плохо отмывается уже бензина чем только не тер но хоть уже получше стало потому что все в масле от цепи так вот собачка терлась у меня это втулка ns bike сс по моему 20 или кс-20 не помню точно уже много много лет назад покупал вот обода у меня на 36 спиц обода dartmoor не пилечки эти тоже dartmoor спицы dt задняя втулка ns передняя не помню название тут даже его по моему нету а нет он есть ring вы до передняя втулка ring вы это вот у нас такие втулки привозили в нижний тагилу в лидер вот осталось последние 36 пиццы и но много лет назад я его последнюю и забрал до этого я покупал точно так ужина 30 две спицы но на старом велосипеде было кстати очень классно втулка по 20 ось на то время было очень классно но и по середине она то есть жива сколько намотал хоть бы чё сделала сей вот роторы у меня avid 185 d3 благо с колесами закончил сейчас буду заниматься уже именно снятием но тормоза с вилки буду ее мыть потом также сниму задний тормоз с рамы промою влажными салфетками рулевой стакан и втулку но втулку уже снимать думаю не буду потому что нету смысла и так можно пальчиком с листом все протереть вот может перед смажу подшипники надо будет поменять вот эту наклейку уже все страшное вот тут наверно поменять либо помыть отмыть все дело но и на вилке вилка у меня rock shocks аргайл арбуз р сети но она была раньше у меня на воздухе я переделаю на пружину чтобы она со 140 хода переходила на 160 то есть это вот регулировкой но есть регулировка отскока снизу и жесткость соответственно вот ну руль реверс вынос спанк ручки по моему требовать но они нормальные оригинальные карбоновые то есть карбон здесь и здесь грипсы у меня тоже реверс педали оумен шатуны у меня флу кросс вот как кросс-контрейный но они очень легкие пустотелые длинные вот звезда ноунейм на 36 зубов круг стоят вид bb7 на оригинальных колодках но и самое главное забыл грамма у меня умф харди диджей 1 вот это именно умф меридо точнее это фирма меридо харди но разделение диджей или там умф я и уж не помню точно это очень много лет пять даже больше назад я ее покупал если не 6 вот уже все про нее забыл она точно знаю что 2012 года как и вилка вот собирал это я все сам кастом на по кусочкам по деталькам вот закончил небольшую уже сборку как оказалось у меня пробитой камеры причем обе и практически в одном месте не знаю надо либо заклеить любы новый покупать уже а так в принципе все отмыто все перебрано перебрал вчера педали полностью снимал их то есть соси там внутри все пересмазывал очищал также поставил новые гайки из нержавейки все у меня конечно же на солидоле также перебрал наружный подшипник у каретки раз он у меня получается верхняя крышка пыльник она вытащилась вместе с осью у шатуна и ну попутно перебрал там пересмазал потом запрессовал обратно все нормально отмыл защиту пера раму всю отмыл правда есть еще много таких вот всяких потертостей точечек но это надо уже убирать его бензином либо вообще в идеале полировать раму ну и также под заменить наклейки но мне с собой вообще здесь ничего нет абсолютно вот так же подкрасил полностью вилку было очень много снизу набито сейчас все в порядке вот еще осталось ручки конечно очистить но это чуть позже в принципе все красота получилось даже не видно ну вот покупаю новые камеры либо эти заклеиваю собираю тормоза и можно ехать приехали на работу хочу показать небольшой вам room tour нашему так скажем рабочему месту вот это вот у нас прихожая не прихожая клиентская зона два жирных зеркала таких вот который можно любоваться диванчики на которых можно посидеть здесь у нас позже будет большой логотип лучше название алмаз здесь будет логотип позже наклеен вот так вот у нас прилавок сделали вручную возводили стенку также купили мы верстак вот сейчас устанавливаем его пока небольшой у нас такой рабочий беспорядок но уже в принципе можем потихоньку начинать принимать клиентов вот сегодня уже привезли эти вот таблички которые развесим сейчас там на входе вот чтобы люди знали куда идти так вот у нас тут обеденная зона и отдыха также склад всяко прочее позже будет раковина вот еще один стол надо купить рабочий пока не успеваем также стол под полировку с куча всего надо блин не успеваем потихоньку ну ладно уже хотя бы это более-менее открылись я покажу вам вот у нас вход тут бункер рядом вот так же тут еще сейчас протрем полы потом покрасим стены они в принципе так чистые просто со столбиков натекла ржавчина и поэтому их проще по новую перекрасить не зачем отмывать вот наша дверка все красиво аккуратно так вот у нас будет в принципе все неплохо также есть окно которое мы затонируем сделаем на него счетом также название логотип чтобы люди видели но и опять же нам был хоть какой-то солнечный свет но вот в принципе видео подошло концу обязательно оцените его скажите нравится вам такой формат или нет что-то я прям захотел записывать просто влоги можно и конечно не имеют никакого смысла по сути такого на фоне что-то по включить это порассказываю но по машинам пока как вы понимаете полный стояк машины от меня далеко провезу еще их не скоро запчастей тоже пока нету поэтому занимаюсь великом но в принципе как обычно приезжаешь новый город сперва велик а потом только уже машины все остальное начинает развиваться так что обязательно подписывайтесь на канал жмите лайки комментируйте пишите ваше мнение что стоит добавить в эти влоги будто не выходить чаще потому что монтажа на них уходит меньше опять же с машинами там монтажа куча занимает это много времени просмотров по сути можно сказать и нету так что будем начинать вообще с самых низов обязательно скажите ваше мнение но все не буду сдерживать всем удачи и пока